здравствуйте в данном видео мы рассмотрим реле давления торговой марки vomar называется skd-4 данные реле давления подходят под системы насосных станций с гидроаккумулятором итак рассмотрим что в середине середине вот такая автоматика дается автоматика дается вместе с заглушкой позже рассмотрим для чего она нужна коробочка как всегда и инструкция это общая инструкция не о всех автоматиках как работает как пускается насос можно почитать и возможные ошибки написаны и конечно же является она сервисной книжкой плюс еще телефона горячих линий на который можно звонить если будут какие-то вопросы или проблемы по монтажу так смотрите рассмотрим сразу не подсоединяя к электричеству это вот такое реле давление электронное как я говорил ранее дается вместе с заглушкой метровый кабель дается с евро вилкой и выходит еще один кабель сзади для подсоединения на насос теперь по характеристикам эту автоматику можно подсоединять ко всем насосам до 1 1 киловатта 50 60 герц 220 240 вольт класс защиты ip 65 и выдерживает максимально 10 ампер а также 10 атмосфер максимально по давлению теперь зачем и куда они применяются давайте разберем возьмем допустим насос торговой марки optima стандартный насос qb60 вот у нас такая станция прикручиваем петернив к нему прикручиваем манометр прикручиваем вот вот такую стандартную автоматику вот прикрутили да смотрите то есть система какая вот у нас здесь манометр здесь автоматика и здесь еще один остался выход для того чтобы подсоединить шланг к гидроаккумулятору вот это получается вход у насоса это выход у насоса все то есть вот вход выход разобрались можно так подсоединять это будет механическое реле давление теперь что мы делаем с этой автоматикой и как ее подсоединяем отсюда мы выкручиваем механическое реле давление допустим оно у нас сломано либо не подходит либо вы хотите очень точно с помощью этой автоматики настраивать выкручиваем манометр теперь смотрите это автоматика прикручивается на выход вместо манометра самого снимаем заглушку вот здесь смотрите есть уплотнительная резинка то есть паковать не надо смотрите если вы даже захотите это подпаковать аккуратно чтобы вы не перекрыли вот этот выход который отвечает за давление за распознавание давления системе все вот грубо говоря мы прикрутили все теперь у нас остался спад бывшего реле выход вот для этого нам нужна вот эта заглушка также в комплекте дается резиночка устанавливаем резиночку в середину и потом прикручиваем если резинка будет травить либо что-то еще можно подпаковать фум-ленты либо пакли это уже как-то любит вот смотрите все у нас получается вот такая система то есть у нас насос пятерник автоматика также автоматика заменяет и реле ну давление это понятное то есть я хотел сказать заменяет сам манометр то есть потому что в момент работы на нем показывается сколько в давлении сейчас системе все и остается выход на воду дальше и выход на шланг для гидроаккумулятора все теперь снимаем и рассматриваем как настраивать это автоматика чтобы нам было удобно так смотрите как мы говорили здесь три выхода то есть что идет у нас фаза 0 идет два провода а желтый это идет заземление для того чтобы они у нас сейчас не встретились мы закрутим все вы так не подсоединяйте потому что может ударить током мы более опытные все есть теперь берем розетку подсоединяем саму автоматику вот то есть такое цифровое табло у него все есть так теперь для чего эти все кнопки объясняем то есть это индикатор у нас того что работает и нормально работает и исправно это сама автоматика это загорается когда холостой ход срабатывает на холостой ход автоматика смотрите теперь сразу берем первая кнопка это по холостому ходу то есть она отвечает с какого давления будет у вас выдавать ошибку и выключаться насос на холостой ход то есть смотрите нажимаем на эту кнопочку сейчас разбиваем в режим настройки вот то есть смотрите у нас на 0 2 атмосферы на 0 1 на 0 атмосфер либо от 1 и 4 видите она работает то есть допустим выставляем что у вас будет насос срабатывать допустим когда 0 2 атмосферы будет в системе все мы сохранили и это теперь у нас получается переводится в сухой ход когда давление будет меньше чем 0 2 атмосферы все теперь смотрите когда у нас будет выключаться насос это следующая кнопка допустим системе у нас мы открыли кран пошла вода все теперь когда будет выключаться также самому видите отключаться будет при 3 при 3 2 атмосферы при 3 и 3 атмосферах максимально держим зажимаем насос может отключать эта автоматика при да при 10 атмосферах то есть все но нормально для сети водопровода когда отключается допустим возьмем ну пусть там 3 и 1 атмосфера это грубо говоря теперь когда у нас будет включаться насос это уже следующая кнопка вот мы хотим чтобы когда давление падает ниже допустим 0 5 атмосферы сейчас выставите сейчас если ведь если эта кнопка у нас на повышение шла то это на понижение допустим если у нас насос при 3 атмосферах выключается то включаться он будет допустим пусть при 1 и 2 атмосферы все то есть как мы сейчас настроили у нас насос включается когда давление падает ниже 1 и 2 атмосферы и выключается когда достигает давление до 3 и 1 атмосферы и сухой ход срабатывают при сколько мы здесь выставили при 0 2 атмосферы все все мы сохранили нажали кнопку меню сбрыгания или перезагрузка на еще как бы работает в этом режиме все ведь все включили все работает все то есть вот так вот легко очень настраивается это автоматика то есть и еще раз повторим эта кнопка меню это включение кнопка насоса выключение насоса и сухой ход все проверили теперь выключаем кстати резьба здесь одна четвертая хотя об этом везде написано итак если вам понравилось наше видео ставим лайки если не понравилось дизлайки оставляем комментарии может кто-то пользовался такой автоматикой есть какой-то опыт по установке плюсы минусы этой автоматики оставляем комментарии спасибо всем за просмотр подписываемся на наш канал всем пока пока пока